Самарский Газбанк Самарский Газбанк признан банкротом. Арбитражный суд поддержал иск Центробанка. Гириаторы на страже здоровья. Накануне Дня пожилого человека врачи проверили душевное и физическое состояние пациентов социального центра. Баскетбольный клуб «Самара» новый сезон начал с победы. В первом матче 13-го турнира памяти Генриха Приматова повержен Уралмаш из Екатеринбурга. Самарский Газбанк признан банкротом. С таким требованием в арбитражный суд обратился Центробанк. И тот иск поддержал. Напомню, в июле у Газбанка была отозвана лицензия. Причинами такого решения ЦБ назвал то, что банк скрывал реальное финансовое положение и уклонялся от исполнения требований надзора. А также регулярно нарушал требования о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Во вторник 25 сентября Самарский арбитраж признал Газбанк несостоятельным и открыл в отношении него конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначили агентство по страхованию вкладов. Отметим, что по состоянию на 1 июля 2018 года Казбанк занимал в банковской системе России 134 место. Работал он с 93 года и считался одним из крупнейших региональных коммерческих банков. Южный мост ремонтируют по гарантии. У автомобилистов появились претензии к дороге. И теперь подрядчик их устраняет. До начала октября отремонтируют деформационные швы. Также приведут в порядок дорогу, непосредственно прилегающую к мосту. Напомню, Южный мост капитально отремонтировали в прошлом году. По федеральному проекту «Безопасные качественные дороги». Общая площадь ремонта тогда составила почти 13 тысяч квадратных метров. Протяженность 1 километр. Все замечания подрядчик устраняет за свой счет. Причем делает это ночью, чтобы не мешать трафику. После того, как работы будут выполнены, их качество проконтролируют городские власти. Самара – город-курорт. Теперь это не просто интернет-мем, а реальность. Для такого статуса у города есть все необходимое. Большое количество санаториев, разнообразие медицинских программ. И природа дает городу потенциал для лечебно-оздоровительного туризма. Также в Самаре планируют развитие делового, гастрономического и религиозного видов туризма. Перспективы обсуждали на ежегодном форуме «Самара гостеприимная». Его участниками стали представители турфирмы, экскурсоводы, работники ресторанного и отельного бизнеса. Городской профильный департамент. В этом году форум посвящен специальной теме наследия чемпионата. За месяц футбольного праздника город посетили полмиллиона гостей, половина из которых иностранцы. Чтобы успешно развивать туристические направления, необходимо использовать удачный опыт проведения большого турнира. Вся инфраструктура, которая активно улучшается, делает все для того, чтобы количество туристов с каждым годом пребывало. А те 250 тысяч болельщиков со всего мира, которые были у нас в чемпионате мира, они, конечно, разнесут по всему миру вести о нашем славном городе. И это самое лучшее, что может быть для привлечения туристов в наш город. Чемпионат мира – это точечное мероприятие, куда приезжали люди конкретно на футбол. Они узнали что-то о Самаре. Прошло много об этом информации. Как жить дальше, как привлечь туристов, в том числе и иностранных, в наш город – вот это основная проблема, которую мы хотели бы обсудить на этом форуме. Самарских пенсионеров бесплатно обследовала бригада гириаторов. Ко дню пожилого человека врачи гириатрической больницы встретились с гостями социального центра «Безымянский». Как распознать возрастные проблемы со здоровьем на ранней стадии, узнала Кристина Инчина. Испытывайте какие-либо ограничения в повседневной жизни из-за снижения слуха и зрения. Ирине Львовне 70 лет. Она одна из частых гостей Центра социального обслуживания «Безымянский». Медсестра задает ей несложные вопросы о физическом и душевном состоянии. На свое здоровье Ирина Нефедова не жалуется, но уверена, что подобные исследования обязательно нужны. Ведь профилактика может выявить зарождающиеся болезни. Продлевать жизнь, я считаю, в какой-то мере, нет вопроса. И потом это же очень полезно для нашего здоровья. Но я только в одном месте ошиблась, да, ошиблась немножечко. Она так все хорошо, я сделала, все нарисовала, я считаю, нормально. Ну и у меня еще пока так все в начальной стадии. Воезная бригада гериатра встретилась с пожилыми гостями Самарского социального центра. Врачи гериатра, кардиолог и гастроэнтеролог провели обследование пенсионеров. Посетители центра отвечали на несколько вопросов медсестры о своем самочувствии. К примеру, похудели ли за последний год, были падения, чувствуют ли себя подавленными. После небольшого анкетирования задания на память и логику. А с результатами уже работали врачи. И если необходимо, назначали дополнительное обследование в гериатрической больнице. Очень хорошо, что она следит за своим давлением и принимает лекарственные препараты. Именно давление свыше 160 на 100 не повышается. Я думаю, что мы рекомендуем заниматься в кабинете памяти, чтобы была профилактика когнитивных нарушений возрастных. И второй момент, у нее есть проблема, ее надо будет дообследовать. Она поздно ложится в 23.30 и дважды за ночь просыпается. В Самарской области 720 тысяч пожилых людей, при этом нуждающихся в постоянном наблюдении от 30 до 35%. Уже открыто 22 гериатрических кабинета и до конца 2019 года их число увеличится до 38. А для живущих в отдаленных районах работает выездная бригада. Но этого не всегда бывает достаточно. На данный момент главной задачей гериатрии является плотное сотрудничество с социальной службой. Именно в тандеме гериатров с сотрудниками соцслужбы эффективность помощи пенсионерам возрастет. После того, как пациент прошел лечение у врача-гериатра, чтобы он не оставался выписанным один на дому, особенно одиноко проживающие и одинокие пожилые люди, а чтобы социальный работник осуществовал патронаж такого пациента и следил за тем, насколько эффективно и правильно принимает лекарства, например, назначенные схему лечения. Сотрудничество гериатров и социальных служб будет реализовано в ближайшее время. Кристина Инчина, Дмитрий Мешканцов. События. А теперь коротко о других темах дня. Задержан мужчина, тело жены которого было обнаружено 24 сентября в Тольятти. Местные жители пожаловались на резкий запах, исходящий из грузового автомобиля. Прибывшие на место правоохранители вскрыли термобудку и обнаружили тело женщины, завернутое в полиэтилен. Она пропала три недели назад. Все это время знакомым муж говорил, что женщина отдыхает в Турции. А потом исчез. Беглого тольяттинца задержали в соседнем регионе. На допросе мужчина рассказал, что убил жену из ревности. Сейчас решается вопрос о мере пресечения. С начала 2018 года приставы выдворили из Самарской области 731 мигранта. Причем больше половины иностранцев покинули 63 регион за свой счет. Как правило, мигранты въезжают в Россию на три месяца, что не требует получения визы. Однако по истечении разрешенных 90 суток они не торопятся возвращаться на родину. Такое нарушение наказывается штрафом от двух до пяти тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы России. Вернуться такие граждане смогут только через пять лет. Всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ в Самарской области. За текущую неделю заболело более 8,5 тысяч человек. В целом заболеваемость регистрируется на неэпидемическом уровне, но отмечается ее сезонный рост. Наиболее эффективной защитой от гриппа остается вакцинация, напоминает в Роспотребнадзоре. В этом сезоне планируется привить 47% населения губернии. Иммунизация проходит за счет средств федерального и областного бюджетов. На сегодняшний день привито почти 500 тысяч человек, около 15% от численности населения. Российское авторское общество подало в суд на Самарский государственный технический университет. Оно требует 180 тысяч рублей за незаконное прослушивание музыки во время новогоднего праздника. Вместе с тем юристы вуза получили определение арбитражного суда, согласно которому сумма штрафа увеличилась до 263 тысяч. В свою очередь представители вуза заявляют, что музыкальные композиции прослушивались во время урока физкультуры. А в соответствии с Гражданским кодексом России преподаватели и студенты имели на это право без получения разрешения права обладателя. Кроме того, по их словам, РАО не предоставило вузу никаких аудио и видео доказательств, подтверждающих факты нарушений. Хотя в арбитражный суд их направили. Заморские ожидаются в Самарской области в ночь на четверг. Синоптики обещают неустойчивую погоду. Это связано с серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные дожди. Местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух. Заметно похолодает. В ночь на четверг температура воздуха составит 1-6 градусов. Местами на поверхности почвы заморские 0-2. Днем воздух прогреется до 9-14 градусов. В ночь на пятницу облачно. В большинстве районов пройдут дожди и похолодает до 3-8 градусов. В дневные часы осадки не прекратятся, но немного потеплеет до 9-14 градусов. Баскетбольный клуб «Самара» новый сезон начал с победы. В первом матче 13-го турнира памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова повержен «Уралмаш» из Екатеринбурга. Гости, хоть и дебютант Суперлиги, борьбу волжанам навязали достойную. Подробности матча с интригой до последних секунд расскажет Андрей Горгуленко. Турнир памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова традиционно открывает большой баскетбольный сезон в Самаре. В 13-м розыгрыше кубка сошлись «Уралмаш» и «Уралмаш» – дебютант Суперлиги 1. Начало матча осталось за заводчанами – 0-4. Но затем игроки Самары включились на полную мощность. Волжане заработали 15 очков подряд, а гостям не позволили набрать и одного. После чего игра выровнялась. До конца первой половины баскетболисты Самары держали соперников на комфортном расстоянии – 9-11 очков. На большой перерыв команды ушли при счете 33-24. Всем все нравится, всем комфортно. Я думаю, надо немного времени и будем более сыграны. Все будет хорошо. Это просто пока начало сезона. Думаю, что в скором времени все эти недочеты устранятся. После перерыва игроки Самары несколько расслабились, поверив в легкую победу. Баскетболисты стали реже попадать в кольцо, чаще стала проваливаться и защита. Это помогло уральцам сократить отставание в счете и затянуть хозяев в напряженную концовку. Гости постоянно приближались на расстояние одного броска, но сравнять счет так и не смогли. Видимо, раньше времени поверили в разгром против новичка Суперлиги и подумали, что они, наверное, не будут сопротивляться. Нет, команда собралась и показала характер, и достаточно ровно мы сыграли. Я думаю, это ровная игра. Чуть больше нам повезло в концовке. Итоговый счет первого матча 62-60 в пользу Волжан. Уже сегодня вечером, в среду 26 сентября, команды проведут и ответную игру, которая и определит победителя турнира имени Генриха Приматова. А регулярный сезон для самарской команды начнется 8 октября домашним матчем против Буревестника из Ярославля. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Сделали да не так эксперты ОНФ. И районные власти разбираются с подрядчиком, который отремонтировал двор. Кто испортил воздух, жители Волгаря выясняют причину неприятного запаха. Экскурс в историю самарского Бейнале. Как меняется современное искусство в последние годы. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 18 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттер, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова